Привет! Я съел все мармеладки. Знаете, что это значит? Правильно, то, что пора открывать новую коробочку. Правда, тут у нас будут фруктовые мармеладки, судя по всему, из натурального яблочного желе, типа того. Короче, это у нас тачки Sweet Fruits Box. Вот у нас здесь вот такие вот машинки. Всего 6 тачек во всей коллекции, поэтому 100% из этой коробки мы всю серию соберем. Вот. Собственно, как всегда, это у нас Конфитрейд, мои хорошие друзья, от которых я заказал огромное количество всяких сюрпризов и показал вам. Были Рик и Морти, тачки Hot Wheels, черепашки-ниндзя, есть еще всякие там кошечки-собачки, смешарики-малышарики и много чего еще. В описании ссылку проверьте, там много их продукции, собственно, откуда я их заказываю. Ну, а вам же сегодня буду показывать вот эти вот прекрасные тачки. Ну, я надеюсь, они прекрасные. Собственно, вот такие у нас коробочки. На каждой коробочке у нас есть, собственно, тачки из сериала. Оп, фокус. Вот такая. Вот такая. И показана вся серия из 6 машинок. Что ж, давайте откроем первую коробочку. Если что, опять я коробочки буду рвать, потому что в прошлый раз я уже объяснял по поводу этого. Да, по поводу мармеладок. Если что, здесь у нас не красные упаковки, а вот такие вот Fruitless. Если что, это мармеладки, сделанные из натурального яблока. Вот такие вот типа исповедла. Они на самом деле тоже вкусные, но они на любителя. В отличие от предыдущих, которые... Господи, простите, у меня слюни прям. В отличие от предыдущих, которые могли понравиться абсолютно всем, эти уже такие на любителя. Мне лично нравятся. Но вот у меня, например, много знакомых, кого я угощал, им не понравились. Так, что у нас в первом пакетике? А здесь у нас... Ооо, здесь у нас что-то интересное. Здесь у нас внезапно токийский метр. Вот такой вот его, видимо, подкрасили. Есть, кстати, в серии обычный метр, а есть токийский. Он, собственно, вот такой вот голубенький. У него есть огромный самолетный спойлер на хвосте. А, собственно, глаза у него напечатаны. Это не наклейки, это именно что принт. И машинка, хочу заметить, в отличие от многих моделей Hot Wheels, катается просто замечательно. При том, что она и по колесам меньше, и по размерам, и по весу, собственно, тоже. В комплекте также идут наклеечки. Собственно, вот такие. В этот раз я, наверное, наклеечки все же клеить не буду. Хотя посмотрим, может быть, в конце и наклеим. Вот такой листок наклеек. Короче, метр у нас 4444 for fun. Написано примерно так. Так, 4 на 4 для веселья. Так, это у нас была первая машинка. Погнали. Следующий открывать сразу незамедлительно. Оп, коробочка. Здесь, опять же, мармеладки, инструкция внутри. И здесь у нас, по-моему, что-то новое. Нет, не новое. Здесь у нас новый еще один метр. Как знал. Собственно, у нас двухметровая распаковка, можно так сказать. Потому что у нас выпало 2 метра. Но не унываем и открываем коробочки дальше. Что бы там ни было, как бы в любом случае наша главная задача посмотреть, что входит в эту серию. И просто приятно провести время. Я думаю, вы время приятно проводите. Болтаем, распаковываем. Это, конечно, не стрим. Но, тем не менее. Так. О, нам тут еще один метр выпал. Только на этот раз уже, как бы, обычный, привычный коричневый, которого вы, должно быть, видели в мультфильме. Это у нас метр, причем рождественский. Хоть и гирлянду на нем не сделали, как показано на картинке. Но зато у него есть классная шапочка с оленними рогами. Сейчас я вам покажу. В общем, вот такая вот у нас машинка метра здесь выпала. Гляньте, вот у него глаза. Шапочка с рогами. Сзади, конечно же, есть кран. А колеса у него что-то не очень. Передние еще куда не шло, задние что-то не очень. Притом, они сделаны, эти машинки, по-разному. Притом, что и тот, и другой это метр, но это сделано по-разному. И шапочка у него не снимается. По идее, он задумывался вот так. Собственно, гляньте, у него тут гирлянда есть. И если что, гирлянда и правда есть, но только на наклейках. На самой машинке никакого молда именно с гирляндой нет. Раз, два, три, четыре, пять. Пока счет с повторками идет 2-1 в пользу не повторок. Возможно, все сейчас изменится. И счет будет снова 2-2. Так, следующая машинка у нас мармелад. И здесь, по-моему, по-моему, здесь еще один метр. Что происходит? Почему так много метров? Или это что-то новое? Нет, нет, это ровно тот же самый метр, да? Гляньте. Короче, рождественский еще один метр обычный у нас выпал. Это странно. Я, конечно, думал, что счет сравняется повторок и не повторок, но что настолько сравняется, что у нас будет по 2 одинаковых машинки, я даже не ожидал, честно говоря. Давайте следующую открывать. Так. Ну, здесь хотя бы что-то... Да, наконец-то что-то новое здесь у нас выпало. Я даже представляю, что это. Оп. И оп. Это у нас, собственно, кувалдометр. Кувалдометр. Странно звучит. Как будто они собираются измерять кувалды. Что я заметил интересное? У машинки у этой инструкция... Ну, не инструкция, а буклет круглый. Вот так вот выглядит. А здесь у нас буклет квадратный. Я не знаю, почему так, но окей. Короче, что касается тачки. Очень классно выглядит. Это Бигфут. Собственно, вот такая вот масочка и глаза спереди нарисованы. Колеса крутятся вообще восхитительно. Слушайте, машинка гоняет просто богически. Я очень рад, на самом деле, что у нас наконец-таки хорошо катающаяся машинка есть. Плюсом ко всему, из-за обилия цветов, черный, серый, голубой, коричневый, плюс глаза нарисованы, она еще и выглядит так, что на нее даже наклейки, по идее, клеить не надо. А наклейки здесь, между тем, есть. Наверное, приклеим. А может нет, не знаю. Единственное, что меня расстраивает, это то, что зубы здесь не покрасили и не сделали пластиком. Их придется именно что наклейки клеить. Это не то, чтобы проблема, но все равно. Так, давайте следующую распакуем. Пока у нас три из шести машинок собрано. Но что-то мне подсказывает, что... Оооо, да ладно! Две, два пакетика мармелада вместо одного. Это знак. Это определенно знак. Так, здесь у нас 100% не повторка должна быть. Ну, и да, здесь у нас молния в виде Бигфута. Это мощный Макдрын. Мощный Макдрын, так и написано. Собственно, Дракон Макквин Макдрын. Я не знаю, почему так написано. Видимо, Дракон Макквин Макдрын. Короче, это у нас еще один Бигфут. Такой же, как этот, но, собственно, красненький. Колеса здесь... Да, колеса здесь по-прежнему так же хорошо работают. И здесь довольно красивые наклейки. Гляньте, они прям выглядят, не знаю, внушительно так. Мне даже, наверное, хочется их наклеить. Хочется посмотреть, как это будет выглядеть в итоге. Так, четыре машинки уникальных. Две осталось собрать. Что-то мне подсказывает, что в оставшихся четырех коробках две оставшиеся машинки будут. Я думаю, две мармеладки, это определенно был благой знак. И теперь нам точно повезет, и мы быстро найдем всю остальную коллекцию. Так, ну, здесь мармеладка у нас, к сожалению, одна всего. Зато, зато, зато внутри у нас еще одна повторка с метром. Если честно, у меня впервые такое на практике, что из, грубо говоря, одной коробки выпадает три одинаковых повторки. При том, что здесь как бы всего 10 элементов. Так, следующую открываем. Мармеладца, машинка. И мы достанем сегодня обычную молнию МакКвин или нет? Еще один метр! У нас три, три пары вот таких метров выпало. Что происходит такое? Я не понимаю. Так, мне надо одну коробочку открыть аккуратно для фотографии на обложку видео. Чтобы сделать потом красивую фоточку. Так. Ой, я себя порвал, ну ладно, не страшно. Тут не видно будет. Так, здесь у нас мармеладки, конечно же, опять одна. И что? Да, у нас, по крайней мере, здесь какая-то низкопрофильная машина. Это уже хорошо. И это, это молния МакКвин. Собственно, вот он. Вот такой вот МакКвин у нас здесь выпал. Если что, молд на Бигфуте и на обычной машинке различается. То есть, обычная машинка, она больше. При этом есть наклеечки классические 95, все дела. Ну и, собственно, буклет. Красный дракон МакКвин. Почему он называется дракон, только я не знаю. Легендарный гонщик МакКвин вновь приходит на помощь своему лучшему другу Метро. И помогает выиграть поединки по дрифт-рейсингу. Собственно, вот такой буклет с ним был. Так. Сложная ситуация. На данный момент мы нашли 5 машинок. Собственно, вот они. Все у меня в руках. Всего в серии 6 машинок. Нам не хватает только молнии МакКвина. Это красный дракон МакКвин, а еще есть молния МакКвин. Нам не хватает молнии МакКвина. И, возможно, он в этой последней коробочке. А, возможно, нет. Возможно, здесь у нас будет еще один метр. Сейчас мы это узнаем. Проверим, как бы. Пожалуйста, пусть это будет полная серия. Так. Мармелад. Ну-ка, на ощупь. Да. Да, 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 да. Это он самый. И из этого пакета, дособрав коллекцию, мы, наконец, застаем молнию МакКвина. Вот он такой. Он отличается от обычного только вот этой вот штукой на голове и немножечко глазами. То есть на кабине вот такие фары у него. Весь остальной молд абсолютно такой же по размерам. А, нет, еще колеса отличаются. Здесь они более цепкие, здесь они гладкие для гонок. Наклеечки тоже. Здесь у нас зеленые вот такие наклеечки. Ну и, собственно, вот такой вот у него постер. Маленький и сзади вот так показан. Все, мы собрали всю серию. Все шесть машинок. Конечно, повторки вот эти вот меня, знаете, немного заставили напрячься. Но, как видите, все обошлось и мы собрали все машинки. Так, что я хочу сказать. В отличие, конечно, от Hot Wheels машинок, мне тачки не так интересны. Не, они, безусловно, крутые. Но лично мне они не так нравятся. Поэтому я для себя особого смысла клеить наклейки на них не вижу. В любом случае, машинки даже без них, вот тот же самый McQueen, выглядит хорошо. Или, например, Bigfoot, вот наподобие вот этого Metro с большими колесами. Что же касается, например, Bigfoot McQueen, то, в принципе, тоже нормальный. Но без контекста он смотрится странненько. Наверное, он будет единственным, на кого я наклейки наклею. Я рад, что удалось собрать коллекцию. Я реально переживал, что не выйдет. А еще у меня теперь четыре вот таких вот повторки лежат. Не знаю, что с ними делать. Такие дела, друзья. Если было интересно посмотреть распаковку этих вот сюрпризиков, свитбоксов с тачками, то поставьте большой палец вверх. В первую очередь, чтобы я знал, что вам это нравится, чтобы снимал побольше таких распаковок. Во-вторых, проверьте ссылку в описании. Ну и в-третьих, посмотрите другие ролики. На канале тоже еще много других распаковок. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока.